И мы продолжаем, друзья. Уникальный контент, который готовим для вас всегда. Сознание нет нашего главного героя Энтони, поэтому теперь мы включаем высшую передачу, да, Fast Gear. Ну, как-то так. И будем давить педаль в пол. У нас сегодня новые внедорожники от Автоваза Lada Niva Travel. Разная комплектация. Ну, обе люксовые, только та в комплектацию оффроуд. Туда входит колеса, АТ-шка, резина, неокрашенные пластиковые обвесы и шноркель. На этом разница, собственно, заканчивается. Итак, что же мы получили? Мы ждали новые моторы, новую коробку, может быть, даже автомат. Ну, в принципе, хотя бы что-то с технической точки зрения новое. Но мы получили, по сути, фейслифтинг, рестайл, привычные всем Chevy Niva, которую называют шнивой, да. То есть изменилась по факту только внешность, вся начинка, мотор, трансмиссия. Все осталось, к сожалению, именно таким, как оно было и всегда. Что мы видим под капотом? Здесь уже давно знакомый всем 1.7 мотор. Из нового здесь появились только гидрокомпенсаторы. И теперь не надо каждые 10 тысяч километров регулировать зазоры. И гидравлический натяжитель цепи. То есть теперь тоже ничего крутить здесь не надо. А по факту это привет из 70-х годов. Да, у него изменился объем, но фактически это полувековой давности мотор восьмиклапанный, к сожалению. Опа, первое препятствие. О, ударил. Легко, я же сказал. И вот говорят хорошо, что рычаги они настоящие, механические. А вот я не могу сейчас, да, понижающая включается, а вот блокировка дифференциала выключаться не хочет. Слушай, я, кстати, тоже, блин, пытался, но я так и не... А, вот, я ее таки включил. О, получилось, смотри, водолек. Но как-то не очень, да. Пришлось туда-сюда ерзать, да, вот, трык-трык, и все получилось. Сейчас машина требует, да, внимания. Ну, раньше у нас было два рычага, отдельно блокировка, отдельно понижайка. Теперь один, но с ним приходится повозиться поначалу, но с опытом приходит, привыкает. Хотим сейчас сравнить, как машины поедут по прямой, кто из них быстрее, есть ли вообще разница, дает что-то шноркель, плюс или минус. Ну, сейчас увидим, погнали. Итак, Lada Niva, люкс, тревел, оффроуд. Lada Niva, тревел, просто люкс, без оффроуд. Разница, как видите, уже много раз показывал, да, без крашеной, не крашеной, соответственно. Колеса, Pirelli Scorpion, обычные, вот такие, Verde All Season, такая всесезоночка, шоссейная, скажем так. И АТшечка от Cardian, позубастая, ну и, очевидно, должна быть получше в тех сложных условиях, для которых машина создана, но для города вроде тоже приручена, как в рекламном Сагане. Тут Михаил у нас, и будем сейчас газовать. Ты кондей выруби, Слаток, кондей выруби, чтобы максимум было тяги. Максимум тяги, будем сейчас идти, будем прям наслаждаться скоростью и драйвем этого автомобиля. Поехали, о-хо-хо, разгоняем прям в осечечку. Да, конечно, чудо, какой-то у нас драгрейсинг. Да, да, идем, посмотрите. Автомобили совершенно для этого не приспособлены. О, смотрите. Да, да, вот видите, вот то, что происходит. Петаль у меня в полу, и на третьей машина уезжает. После ста, Лада Нива. Тревел. Все, думаю, заканчиваем мы это представление. Уходят в отрыв. И ты видишь, ты уехал. Вторая закончилась, и ты уехал. Вот, друзья, шноркель ограничит вам динамику. Имейте в виду, да? Да. Шноркель надо разворачивать. Да, теперь давай в другую сторону. Развернемся и до отсечки еще одну попытку сделаем. Давай, 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 поехали. Давай, давай. Видите, как сложно самому старт давать. И в итоге вот так вот. Ставьте, да, вот тара, и потом машина просто выезжает. Крути, не крути. У версии без шноркеля. У нее явно, видите, преимущество. Вот у нас резонирует рычаг. Все по-прежнему. Сейчас особый маневр. Особый маневр. Дорогие зрители, особый специальный маневр. Мы сейчас будем стартовать на пониженном ряду. Миш поедет на повышенном. И, может быть, раздатка даст нам возможность, да, с понижающим рядом вырваться вперед. Мол, за счет оборотов, за счет тяги пойдем, и все будет быстрее. Говорят, мол, раз не едет, ключи понижай, хоть аж она есть, завод. Не, ну слушай, на пониженной ты никуда не уедешь, это точно. Мол, пониженный ряд. Распорт! Внимание! Ну, так и происходит. Ничего себе, я уже на второй. Смотрите, он топит на понижайке. Третья передача. Обалдеть, мы идем ровно. Вот это результат. Вот только сейчас я стал обходить. У него, видимо, уже заканчиваются возможности мотора по оборотам. Смотрите, да, что происходит. Вот она, сила Нивы. Вот она, да, мощь, где скрылась. Понижающий ряд. Творит чудеса, ох. Ну-ка, видишь, как понижающая. Слушай, что это за дичь вообще, я не понимаю. Вот для чего она создана, понимаешь? То есть понижайка для драгрейсинга нужна, да? Вот что драгстерам не хватает. Не то, это отличная идея с джиппером. Слушай, включайте понижайку и... Проверяем, посмотрим, как пойдет. А-а-а, завтыкал, не туда воткнул. Ну, что и требовалось доказать, да, видите? Понижающая дает динамику. Она реально дает динамику. И это круто. Вот тут у нас, по сути, новый бампер и новые фонари. Светодиодные. Чтобы было от солнца, чтобы видно было, как-то она так вот... Притом светодиодная здесь все. Да, вообще. Вот здесь вот, вот здесь вот отыгрались они по полной и сделали максимально круто. Такой оптики нету, ну, ни у кого в классе, кстати, да? Полностью светодиодная оптика. Смотри, как классно горят. Вот это да! Вот за это прям, хочется сказать, потрясающе. Сделано в России. Молодежно. А свар. Здесь, кстати, вот действительно, вот новый бампер, да? Удобно же теперь. Круки, да. Когда ты где-то застрянешь, тебе не надо будет лазить под машину, пачкаться, сразу прицепился. Причем они симметричные. Там еще точно такое. И то же самое спереди у нас сделано. Это очень круто. То есть вы можете мимо прямо, ну, или тянуть кого-то, или рвать с двух сторон симметрично там, да? То есть о бездорожье они подумали. То есть, в принципе. Реально, да. То же из плюсов, то, что куча всякой тюнячки, блокировки, самоблоки. Блокировка ей нужна, смотри. Что, без блокировки, да? Не, без колесной. Блокировка ей нужна. Лифт, комплекты, все это есть. Стоит недорого. Поставить могут практически везде. То есть для бездорожья автомобиль подготовлен. Колеса не спущены? Колеса не спущены? Быстро. Какой клиренс тут. А он, видишь, как говорит Антон, я буду с дальнего моста ограничивать. Десять десять, что-то такое. Десять десять? Да. Круто! Ничего себе! Вот это да! Чувственно. Действительно, у нас здесь... Можно, конечно, удобнее, мне кажется, так делать по старинке. Она все держит. Ну, когда проедет, не будет держаться. А зачем тебе, когда ты едешь, ее держать? То есть она, по большому счету, ну, в реальной жизни, этой фигней никто не пользуется. Делать вот так. Ну, на самом деле, знаешь, что хреново? Что это все-таки жесткая полка, а не шторка, которая сворачивается. Потому что, ну, ты что-то нагрузил здесь доверху, да? И, ну, тебе ее просто некуда девать. Ты можешь сверху положить. Получается между Нивой 5D и Нивой 3D. Легенды, которые все... Мне кажется, он меньше, чем у меня в Витаже. Ну, вполне возможно, да. Кстати, вот что для меня удивительно, мы едем по неровной дороге, нас тут изрядно колбасит, и практически ничего в машине не гремит. В багажнике только там барахло издает посторонние звуки, а вот весь пластик, несмотря на то, что он довольно-таки дубовый. Все подогнано неплохо. Правда, машина 700 километров всего пробегу. А, нет, 7000 километров. Ну, короче, тачка новая. Может, потом и расхлябается. Слушай, ну, в принципе, управлять автомобилем комфортно, если не брать во внимание шумы, да, посторонние. Сидишь здесь высоко, как на... О, нифига себе! Джимник нас обогоняет и на гребенку попер. Как пишут на официальном сайте, здесь, как они сказали, высокая эргономика. Не знаю, конечно, как это понимать, высокая, может быть, потому что тут все высоко. Экранчик вот этот вот здесь стоит. Ну, он как-то выглядит, как будто его здесь быть не должно было. Его бац и приляпали. Но смотреть в него удобно. Он сенсорный, да? И, в принципе, довольно-таки быстро все тут работает. Переключается, да. Есть навигация на Vittel. Я пока ехал, интерес ради, хотел ее включить. Но, честно говоря, замучился ждать, пока там все загрузится. И забил на это дело. Вот, давайте. 15-16 было время. А, видимо, она прогрузилась, пока я ехал. Но я не знаю, несколько минут я ждал, так и не дождался. Вот интернета нет, пробок получается нет, да? Да. Вот. Вот. При этом странно, вот у нас есть этот мафон, да, вот мы хотим вернуться на главный экран, нам надо вниз лезть, нажимать эти кнопки, которые совершенно внизу. Громкость также тут регулируется, что не очень удобно. Ну, уже сенсорный, можно там регулировать. А вот, смотри, я тоже так думал, я не нашел, где это делается. А по идее, логично было бы сделать сюда какой-то ползунок, но приходится все время влазить вниз. У сиденья появился лифт. Никогда на наших машинах я такого ранее не видел, но при этом странно то, что лифт есть, а у него такие, такой диапазон регулировок, что я при своем небольшом росте в 1,7 метра, я нахожусь сейчас в самом нижнем положении, и зачем, для кого надо подниматься, мне непонятно. То есть я сижу достаточно высоко, мне все видно, мне комфортно. Если вы ожидаете что-то увидеть такое же крутое на заднем ряду, то не обольщайтесь. Здесь, по сути, старое проверенное решение с элегантным, да, с элегантным подлокотием, который может услужить и заднему ряду, ну, а в случае, если водитель эгоист, соответственно, ему. Круто. Так вот. Хоп. Раскладывается все просто. И есть специальные, вот тоже продуманные вещи, чтобы так не улетало, можно разложить сиденье. Опа. Что-то никак у тебя не получается. Какая-то интересная. Что-то пошло не так, но... Не, дело не в этом. А в том, что я высокий, и сиденье дают максимально. Ну, давай попробуем его подвинуть вперед. Это особенность компактных автомобилей, да. Опа. Да. То есть, если вы не высокий, то вам будет максимально удобно. А я думаю, ты теперь обратно сюда и не сядешь так, чтобы тебе было комфортно. Да. Вот ограничения, которые связаны с небольшим размером. Будет. Еще важный аспект. Всегда у вас весла. Самое удивительное, что даже в люксе, в супер люксе, у вас всегда весла, да? Но зато, да, можно гильотинировать. А спереди тоже весла, да? Нет. Спереди у нас электричество. А вот сзади, да, всегда весла, и это, конечно, удивляет. За 920 тысяч рублей. За 920 тысяч рублей стоит? Да. Это максимальная комплектация. Начинаются они от 760. Ну, там, наверное, не будет кондиционера, не будет мультимедийной этой системы с сенсорным экранчиком. Парктроников, что там, камеры, соответственно. Ну, да, мы ваше. А сколько стоит вторая? 905. 15 тысяч, на самом деле, разумная доплата за увеличение внедорожных возможностей. Дефлятор от Беркут, который позволяет очень просто стравить колеса до нужного значения. Где-то 0.8, 1. Ну, не разумеется, я посмотрю. У нас, у нас, дорогие зрители, кто скажет, вот, что, где оффроуд, где педаль в пол, но мы совершенно не знаем, что нас ждет. Что там, бог его знает. И Нива, она всегда ездила педаль в пол. Кто говорит, что Нива в натяг, это, ну, честно говоря, те, кто на ней не ездил. И что там внутри? Вот, может, там Кракен, да, страшный, всосет нас эта, да, грязевая распутница. Бог его знает. Сейчас будем подкатываться и штурмовать. Слушай, там твердо вообще. Лайт, короче. Да. Все, поехали. Поехали. Ха-ха. В натяг? Ну, давайте в натяг. Я не знаю, что там скрывается. То есть, в этом-то и тема, что. Совершенно не понятно, что там внутри. А там внутри все нормально. Смотри, как. Как автомобиль все это преодолевает? Без проблем. Газку-газку. И Нива идет вперед. Казалось бы, да, бог его знает, что там. А все нормально. Поехала. Василий уже усвистал. Но пока ничего сложного для Ниваса тут нет. Ну, нормально идет. Нормально идет. Распутец по нашей отечественной. Вполне себе. А, вот здесь начинается жопа. Мне кажется, не растаялась что-то до конца земля. Хотя Вася вот тут уже рубится. А резина-то у него получше будет. Да что ж ты, мать-то, выждет. Не хочется. Выезжай скорее. Хоть ты тресни. Ну, давай, господи. Куда он вообще едет? И зачем? Резина получше. Для таких целей. Ох, краскил. Ух ты ее, смотри. Это прям буксует. Прием, прием, прием. Прием, прием. Ну, когда сюда только садишься, я давно не ездил в русских автомобилях. Как-то смотришь на эту приборную панель, она как будто игрушечная. Такие маленькие стрелочки. Ну, вот я поездил. В принципе, сидеть в машине комфортно. Более-менее все на своих местах. Коробку, вот, конечно, хотелось бы левее, да. Василий вот говорил про этот самый подлокотник. Ну, он удобный. Но смотрите, вот я хочу поднять ручник, да. Вот так вот это вот делается. То есть мне нужно просунуть руку, так, чтобы не касаться, либо поднять подлокотник. Еще интересная вот эта вот конструкция. Обычно, ну, здесь делают какой-то кожух, а здесь вот такая вот штукенция непонятная. Ну, не знаю. А так, в принципе, сидишь комфортно, высоко. Появился подрамник, какие-то новые подушки. И действительно стало намного тише. И мотор не так громко уже ревет. Но где-то на скорости 50-70 км в час раздатка передает вам пламенный привет. Дальше этот звук становится тише, и в машине более-менее комфортно. Но в целом, по сравнению с тем, что было в Шниве, шумоизоляция здесь, ну, именно по сравнению со Шнивой, отличная. И в целом более-менее комфортно ездить. Неудобно вот сделана регулировка зеркал. То есть, чтобы покрутить, мне приходится отклоняться вперед. И при этом в зеркало я уже смотрю не так, как при нормальном своем положении. И приходится мне... Ну, да, либо у меня короткие руки. Подвеска, я бы сказал, не то, что там мягкая или жесткая. Она может быть и жестковата, но она очень энергоемкая. Она позволяет вам по бездорожью, по каким-то неровностям нестись с любой скоростью и не задумываться, что прошибет подвеску, бабахнитесь днищем. То есть, к подвеске вообще претензий нет. Она работает, я считаю, так, как должна. Думаешь, да? Подушки, я так думаю, тут две. Вот аэрбэк водителя и аэрбэк у пассажира фронтальный. Все, больше ничего тут нет. Нормально есть. Ну, да-то не верно. Вроде уверенно идет. А дальше-то куда? Господи, Суси. Сюда так, давай, побыстрее, побольше тяги. О, сюда вот. Так, сейчас. Ага, проехал. Плывет хорошо. Огонь! Наверное. Нива это ход, Нива это тяга! Все раскисло, но раскисло сверху. Это реально, это река, что ли? Или что это вообще такое? Давай здесь прям встали на. Это все. Не, ну дальше все. Это очевидно. Слушай, ну да, я не знаю. На самом деле глубоко. Ну, в общем, у меня ничего так было. Ну, в общем, у меня ничего так было. Главный номер не потереть, на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Что, один Невасик уже вылез с внедорожной части. Едут, в принципе, без проблем, пока не доехали до непреодолимого препятствия. Что на АТ-резине, что на Шоссейке я тоже ехал, не испытывая никаких трудностей. Движок на низких оборотах прям хорошо тянет. Газовать приходится нечасто. Без проблем, по-моему, Невасик едет. Вон он, по-моему, просто даже газ не держит, да? На холостых, на первой пониженной катится. Очень тяговитый на низах мотор. Ему, конечно, не хватает динамики в городе, но именно на внедорожной части. Прям ползает, вообще прикольно. Она едет, мы ее ругаем, хайм, мотора нет, ни хрена динамики нет. Она едет. Слушай, я вот уже заметил эту фишку, да, вот этого мотора, когда ты едешь в городе по трассе, его нету. А здесь он на низких оборотах вообще не напрягаясь. Гребет и гребет, да. Я вот сначала очень долго не мог включить блокировку, теперь я ее не могу выключить. Ну, странно. Какая-то хрень. Лучше бы было два рычага, как раньше. А у него всегда был один, по-моему, этот рычаг. Ну, что можно сказать? По-моему, Нива едет вообще здесь без проблем. Ну, пока мы, конечно, до моря не доехали, не стали рисковать. Развернулись, поехали обратно. Но просто неожиданно. При том, что на грязевой резине, что на обычной шоссейной. Просто едешь накатиком, мотор на низких оборотах прекрасно тянет. Где-то что-то там поддал газу. По-моему, даже намеков не было, чтобы мы сегодня где-то застряли. Короче, Нива стащит. Удивительный вывод, на самом деле. Вот он, мне прям от него же... Уже хейтера диванного там, да, кто сидит за монитором или с телефончиком, с коленок смотрит. Прямо у него трясет после этого вывода. Как так вы можете хвалить это говно? Прямо вот он так, блин, еще что-то не текут. Он там же заливает ядом комментарии, да. А на самом деле вывод-то простой. Вот он проверяется, да, в реальном, да, времени. Если ты не требуешь, ну, заплыва, как погодная лодка, да. Ну, это же маразм разогнаться в эту... В общем, как любят у нас говорить, автомобиль, который не имеет аналогов в мире. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ждем вас снова.